Продюсерский центр Чиз Здравствуйте! Сегодня в программе Зеркальщик Гурт выводит из кризиса Королевство Кривых Зеркал Борис и еда с новейшим кулинарным рецептом Неугомонный Олимпийский комитет придумал очередной новый вид спорта Спортивная ревизия Об этих и некоторых других событиях мы поговорим Говорим, 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 говорим В этом выпуске программы не время Потому что в другом выпуске будут уже другие события И я, и я, и я А тебя тут вообще не будет Будет, 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 будет Мне кажется, что утверждать это с такой уверенностью Еще не время Время, время, время Так, Елена Ханга Про эхо Не то Владимир Ульянов Как нам реорганизовать эхо? О, эхо, как зеркало русской революции Кстати, о зеркалах Как нам стало недавно известно В Королевстве Кривых Зеркал Назрел кризис Зеркальщик Гурд, добившись в комнате смеха Ха-ха-ха-ха-ха С помощью мимики нормального отражения Решил облегчить эту задачу остальным И вместо того, чтобы штамповать кривые зеркала Начал изготавливать прямые Мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ-мэ О! О! Чтобы избавиться от эхо в студии Необходимо выключить звук Мы же в Королевстве Кривых Зеркал Ну вот, теперь другое дело Итак, Королевство Кривых Зеркал Переживает не лучшие свои времена Зеркальщик Гурд, со своими прямыми зеркалами Буквально довел страну до банкротства Я беседую с министром зеркального хозяйства Который разъяснит нам все последствия этого шага Скажите, э-э-э-э-э Ну, представьте хотя бы Не могу Это почему? А потому Ну что это такое? У всех имена как имена Абаж, а не Даг Ну, простите, а что, собственно, вам не нравится, господин Апош? Да все мне здесь не нравится В экономике Сизир Кризис Премьер-министр Корут Дурак И плюс ко всему, вчера на базаре подсунули подозрительный ралот. Что вы говорите? Дайте посмотреть. Странно. Ралот как ралот. Вы что, дурак? Доллар там должно быть написано. Доллар, а не ралот. У вас же королевство в кривых зеркал. Значит, все должно быть наоборот. Не так, как у нас. Да ведь все так и было. Электрический тепс, свет, плательщикам днем насильно включали. В трубопровод природный заг, газ, тайно подкачивали. И все порушил этот гурт, друг. Апош с ушами. Теперь, конечно, пропал наш ЗАЗ. Гигант отечественного автомобилестроения. Погодите, у нас же тоже ЗАЗ. Совместное предприятие. Только ваши запоры горбатые, а наши вогнутые. К тому же вы кредиты на развитие берете, а мы отдаем. А Верховная Рада у вас есть? А дар что ли? Есть. А народные татупеды? Это у нас татупеды. А у вас депутаты. Это вы их не видели. Татупеды самые натуральные. Один бывший премьер-министр миллиард долларов украл и всю страну развалил. А у нас наоборот. Украл миллиард и свалил. Послушайте, мне кажется, что мы с вами больно похожи. Ой, это что, выходит, что я все в зеркало наговорил? Не верьте мне! Ну что ж, пока среди граждан находятся такие, что пеняют на рожу, когда зеркало кривое, говорить о выходе из экономического и политического кризиса в суверенном королевстве еще не время. Вот так, аккуратненько, Хайвесед. Не надо не вкидаться. Я попрошу меня не учить. Ваше дело ремонтировать. Мое дело не ремонтировать, мое дело прийти и повисать аккуратненько, чтобы висело, а потом прийти и пить газировку. Все? Все, пробуйте. Раз-два, раз-два, раз-два. Я не знаю, по-моему, работает. Раз-два. Ну, дай я сам попробую. Раз-два. Что там тебе на поездном? А, двенадцать, двенадцать, двенадцать. Слушай, болван. Двенадцать. Раз-два, раз-два, раз-два. Понятно? И заткнись. Четкнись, 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 четкнись. Так, пока не надо нас оскорблять. Блин, 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 блин. Ну, блин так блин. Давайте сюжет. А ну подстрахуй. Сюжет! Приветствую всех любителей вкусной, а главное, бесплатной еды. Давно отшумела страда, отстрадали нормально, где-то посели 250 тысяч тонн озимых, да так посели, что вряд ли отыщут. А значит самое не время приготовить яичницу по-крестьянски, рецепт которой вместе с ее компонентами привез крестьянин Сидор Конюк. Ну что ж, ознакомимся с компонентами яичницы. Вот, сало, хлеб, лук, курица. Кстати, многие спрашивают, что было раньше, курица или яйцо? Ну, конечно же, первой была курица, а вот и, собственно говоря, яичко, которое снесла эта курочка. Так, что еще? А вот коржик был. Ну что ж, оставим его Сидор. Вот, выбрав яйца, задумаемся над вопросом, на чем же жарить яичницу? Лучше все, конечно, на масле. Однако любой механизатор скажет вам, что в страду масла, как и горючего, от правительства не допросишься. Нам с горючим повезло, Сидор привез его с собой. Правда, по дороге, как любой отечественный механизатор, Сидор потреблял 4,5 литра на 100 километров. Но нам ведь нужна всего лишь капелька, так сказать, для запаха. А теперь необходимо высыпать все компоненты в глубокую миску и тщательно их умять. Ну вот, умял, что мог. По идее, неплохо было бы все это выложить в белоснежную фарфоровую формочку. Но я это сделаю через несколько часов. Приступим к главному в приготовлении яичницы по крестьянам. Честно говоря, ей рецепт ничем не отличается от обычной. Вот только при ее приготовлении по яйцам бьют серпом. Однако на дворе почти 21 век, и мы воспользуемся для этой цели кухонным комбайном Армагеддон 1500. Ну что ж, воспользуемся старым дедовским способом приготовления яичниц. Вот, вы видите, у нас вышла глазунья, что совершенно не свойственно для нашего крестьянства, предпочитающего болтунью. Да я не понял, я сюда пришел на чего-то. А вот и болтунья. Маленький секрет. При сервировке данного блюда постарайтесь не использовать вилы. А в следующей передаче мы поговорим о том, как делается шашлык на четыре шампура. Дай, пошли эту... А ну, попробуй ты. Шо? Шо-шо, откуда я знаю шо? Ну, крикни что-нибудь. А шо крикни? Да здравствует КПСС. Крикнишь, что ты кричишь, я знаю, по утрам обычно. А. Дай мне две гривны, то получки! Работает. 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 Вот и все основные неновости на сегодня. Но вас еще ждут неновости спорта. Хе-хе-хе, чёрт, прям не верится, ебогу, что эхо нет, да? Экэ-кэй! 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 Экэй! 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 Так что расслабляться еще не время. Здравствуйте! Тем, кто смотрит нас не в первый раз, напоминаем, что Олимпийский комитет решил, что все на свете можно делать сильнее, выше и быстрее. Буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом виде спорта спортивной ревизии. И сегодня у нас в гостях лучших... Подождите, подождите, ошибочка вышла. Не спортивная ревизия. А какая? Обычная ревизия. Я ревизор Иван Волокитин. А вы кто? А я спортивный комментатор... А вот, Руслан Моща. Ага, подождите, подождите. А что это у вас после буквы С? СП? Спортивный комментатор. Хм, непорядок. Вы что, не знаете, что после С идет Т, потом У, Ф, Х и так далее? И вообще, все, в том числе титры нужно делать с головой. Сначала А, потом Б. И далее, согласно алфавиту, утвержденному Кабинетом Министров. И чтобы все буквы одна в одну по ГОСТу. А, скажите, какие же правила во всем... Правило одно. Придерживаться строго букве закона. Кстати, молодой человек, напомните-ка еще раз, как вас зовут? Руслан Моща. Что за безобразие? Ну, что за безобразие? Это вам что, цирк, что ли? Это же центральный канал Украины. Таких имен, а тем более фамилий, нет в списке разрешенных для показа по телевидению. Хм, Моща. Хм, есть же нормальные фамилии. Бурда. Гресь, Ханга, в конце концов. Хм, а то Моща. Мы все исправим. Честное слово, мы в следующей передаче все исправим. Следующей передачи может и не быть. Да. И что вы имеете в виду, когда говорите, что Олимпийский комитет решил сильнее, выше и так далее? Это же безобразная двухсмыслица. Какой пример вы подаете детям? Нет, чтобы сказать, что Олимпийский комитет решил, что нужно ходить в школу, хорошо учиться, слушаться родителей, платить налоги. Вот это было бы отличным началом юмористической передачи. Да, но это же не смешно. Не смешно? А вот это, по-вашему, смешно? Это, по-вашему, смешно? Так выступали наши спортсмены на Олимпиаде. Что это за не? Что это за не? Не не, а ды. Да? Да! Вник Олимпиады. О, и звучит лучше. Что вы смеетесь? Что вы смеетесь? Потом, что вы на себя напялили? Что это за пиджак для акселератов, да? Это из Франции. Из Франции? Вот именно, из Франции. А пиджак должен быть из ткани. И опять же, зачем нам какая-то там Франция? Вам что, не прививали любовь к родине? Прививали! Покажите прививку. Не покажу. Подозрительно. Самодеятельность тут у вас пахнет. У вас хоть лицензия есть? Есть. Где-то. Ага. Вот. Раз. Два. Три. О, да! Да! У вас не документы, а сплошная порнография. Актеры у вас и так не актив. А на фотографии еще хуже. И, кстати, где число и подпись директора? Понятно. Да зачем она вам? Вот. А где акцизная марка? А может быть, вот это поможет? Это вообще документом не назовешь. Грязные, мятые. Где вы их держите? Итак, подводя итоги, я выношу решение. Закрыть вашу программу. Все уволены, дармоеды, уволены. Вот и отлично. Вот и отлично. Я уволен, да? Да. Вот сами заканчивайте программу. Оператор тоже уволен? И оператор уволен. Оператор, пошли, мы уволены. Все, пошли. Бросай камеру, пошли. Все. И осветитель уволен. И осветитель уволен. Все, все, пошли. Эй! Эй! Люди! Ау! Люди! Ау! Где выход? Люди, вы не знаете, где выход? Нет? Ну тогда, до следующих спортов! Нашел! Нашел! Подожди, подождите, стойте! Вы все время орали! Я? А кто же еще? Подоставили тут декорации! Я ищу тебя! Меня? Вы кто? Нет! Я ищу программу! Ищу тебя! Так меня или программу? Я ищу человека! Подожди, стоп! Соберись! Кого ты ищешь? Ищу человека, который месяц назад показал мне выход из телецентра! И я ищу его! Подожди, все, я все понял! Стой, все, спокойно, спокойно! Слушай внимательно! Сейчас пройдешь через поле чудес! Я там уже был! Тихо! Мимо пройдешь, так, насквозь! Через поле чудес! Дойдешь до энного километра! Я там уже был! Тихо! Там, на этом энном километре, будет стоять НЛО! И... Нет, там электрик, там фонари, там все в порядке! Там будет стоять НЛО! От этого НЛО, значит, налево! И там и... туда, и налево! Не надо фамильярности, пожалуйста! Прошу! О, Господи! Ну что ж, вот и все основные новости на сегодня, но мы снова встретимся с вами через неделю! И тогда... Так, ну что? Что здесь произошло у вас? Эхо какое-то, говорят... Разобрались, подчинили? Кто вы, господин директор? Никакого эха. Скажите что-нибудь! Зарплата! 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 Вы же сказали, что починили! Хорошее слово! Зарплата! А-а-а! Лешул! Ваше благородие! Я нашел этого мужика, который месяц тому назад мне выход показал! Кто? 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 Не показал! Кто? Зарплата! 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 Давайте титры! Зарплата! Субтитры подогнал «Симон»